Спасибо большое. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что нас сюда пригласили, поскольку организация действительно на высоте, и мы очень рады быть сегодня здесь. Итак, я могу сказать, что я являюсь консультантом в Каролинском университете и работаю с опухолями головы и шеи. Я хотела бы несколько слов посвятить реконструкции свободного лоскута в нашей клинике, как мы это делаем. Итак, прежде всего, и вы прекрасно знаете, что самая основная цель реконструкции при помощи кожного свободного лоскута – это прежде всего закрыть дефекты. И поскольку мы говорим об области головы и шеи, то мы прежде всего говорим о сохранении и восстановлении функции также. Это зачастую очень сложно, поскольку у нас есть определенные функции, такие как дыхание, глотание, например, и также речевая функция, о которой мы не должны забывать. Поэтому мы также должны сохранить и внешний вид для пациента, поскольку о каких же пациентах мы с вами сегодня говорим. Это пациенты с большими опухолями, ну и с более мелкими опухолями в сложно доступных локализациях. Это с прорастанием в костные структуры также опухоли, остеорадионекроз в качестве результата лучевой терапии. Это также наши пациенты, также пациенты после обширной или тяжелой травмы или тяжелых процессов инфекционных. Такие как, например, фасцит некротизирующий, вот это тоже один из моментов. Итак, в Швеции, нас живет столько же, приблизительно, сколько у вас в Санкт-Петербурге, это около 10 миллионов человек. То есть это не очень большая страна. И в Швеции у нас 7 центров, которые занимаются онкологией головы и шеи. Мы приехали к вам из Стокгольма. В Стокгольме живет 2 миллиона человек, и у нас один центр, который занимается опухолями головы и шеи, который располагается непосредственно в Стокгольме. Итак, если мы с вами говорим о реконструкции из свободного лоскута, то в Швеции это, прежде всего, командная работа. Этот подход мы практикуем в Швеции. Это микрохирурги и многие другие специалисты. В общем, это сотрудничество и хирургия, которую мы проводим в сотрудничестве. Это, как правило, хирурги, которые занимаются непосредственно головой и шеей, то есть онкохирурги, это пластические хирурги. И также это хирурги, которые занимаются челесно-лицевой хирургией или, так скажем, около этой специальности. Это специальная каста. Это, на самом деле, специальность, которая у нас в Швеции есть. Вот это люди, которые занимаются подобной реконструктивной хирургией. Надо сказать, что мы занимаемся трахеостомией. Это то, чем занимается непосредственно хирург-онколог, хирург, который занимается головой и шеей. Я буду говорить об этом несколько подробнее чуть позже в рамках своей презентации. Мы делаем также резекцию непосредственно самой опухоли, также областью шеи и непосредственно прикреплением или сшивкой самого лоскута. Также занимаются именно эти хирурги. То, что касается пластических хирургов, во-первых, они делают забор самого лоскута. Это микрохирурги, поскольку они работают с сосудами, сосудистыми структурами. И затем то, что касается зубных протезов, то, что касается челюсти, этим занимаются челесно-лицевые хирурги в нашей команде. Итак, это весьма интересно. Вот это Греган Моголин. Он непосредственно проводил эту чрезкожную трахеостомию. Вот такая у нас установка сегодня используется. Она абсолютно новая в нашем центре. И, как вы видите, здесь у нас внешняя, так скажем, направительная система, которая позволяет нам очень хорошо позиционировать все, особенно камеру, которая проходит внутри трахеостомической трубки. И таким образом мы заводим камеру в трахею одномоментно за, так скажем, одну операцию. Я покажу вам кратко. И затем вы сможете задать Грегори уже вопросы, так скажем, более подробные. Какой же протокол? По протоколу наш пациент госпитализируется приблизительно на 10-14 дней в клинику всего лишь. И мы его кормим при помощи трубки. То есть это пронатеральное питание. Низкомолекулярный гепарин дается пациенту в течение всего пребывания в клинике антибиотики. То есть антибактериальная профилактика в течение 5 дней сифотоксимом и метронидозолом. И трахеостомия убирается. Трубку убираем через 5-7 дней. Безусловно, если это возможно, то мы оперируем пациента при помощи местного лоскута. И вот это также пример сотрудничества между нами, хирургами головы и шеи, и пластическими хирургами. Вы видите, здесь рак кожи. То есть фактически это рак щеки, который прорастает у нас в разные структуры и также затрагивает кожные покровы. Вот вы видите, при помощи регионального лоскута мы получаем достаточно приличный функциональный исход и эстетически тоже вполне приличный внешний вид. Давайте посмотрим на разнообразные типы свободных лоскутов. Мы не используем все их, безусловно. И мы используем самые такие распространенные в нашей клинике для нас. Это, прежде всего, радиальный участок предплечья. Это передняя латеральная часть бедра, фибула. Что бы я еще хотел сказать? Я бы хотел сказать пару слов, безусловно, о кровотоке. Очень важно сохранить кровоток в свободном лоскуте. Конечно же, макроциркуляция крайне важна. Я имею в виду магистральные сосуды. Но и микроциркуляцию стоит сохранять. Вот это также очень важный аспект. Это очень важно для профилактики инфицирования, для образования свящей. И, безусловно, на это очень влияют, например, плохие привычки, такие как курение или облучение. Соответственно, с 2006 года мы начали оперировать до лучевой терапии. Если у нас комбинация методов лечения, вы видите, что в результате мы получаем серьезную разницу в микроциркуляции до и после лучевой терапии. Вот вы видите здесь пациента, который получил 70 грей. Итак, мониторинг также является очень важным компонентом для приживления лоскута. У нас есть сегодня медицинские сестры, которые знают, как заниматься подобным мониторингом и что нужно делать. Они действительно хорошо обучены. Они знают, как все делать. Они проверяют артерии. Они проверяют кровоток при помощи цвета, температуры. Они также могут использовать и умеют использовать доплер. Они хорошо используют датчик. И также они проверяют венозный кровоток при помощи цвета капиллярного наполнения в течение 2-3 секунд. И в первые 24 часа мы проверяем лоскут каждый час. Соответственно, в ночное время мы будем будить пациента каждый час для того, чтобы проверить, все ли хорошо с лоскутом. И уровень неприживления лоскутов – это приблизительно меньше 2% по данным с 2006 по 2019 год. Безусловно, у нас более высокое количество осложнений. Но здесь я говорю только о тех осложнениях, которые связаны с неприживлением лоскута. И мы мониторируем, конечно же, не только сам лоскут, но и тромботические процессы в магистральных сосудах. У нас мы приблизительно сделаем подобную реконструктивную хирургию одну в неделю, иногда две. Но, как правило, это один лоскут в неделю. И вот это некоторые клинические случаи, которыми я бы хотел с вами поделиться. Некоторые примеры нашей работы. Это вот этот достаточно большой гипофарингеальный рак с метастазированием в область шеи. И вы видите здесь, что это комбинация фарингетамии и восстановление реконструктивной хирургии при помощи свободного лоскута из передней латеральной части бедра. Вот это результаты, исходы, вы видите, через год после операции. И мы говорили с вами о травме. Вот это как раз огнестрельное ранение в область щеки. Как вы видите, снесли фактически большую часть нижней челюсти, и щеки также не осталось. Я имею в виду мышцы щечных, нет у пациента. И мы делали комбинацию лоскутов из малоберцовой части и из передней латеральной части бедра. Соответственно, мы использовали фиболу внутри и затем закрывали лоскутом из передней латеральной части бедра. Вот это конечный исход. Пациент, кстати, ему не очень понравился исход на самом деле. Ему казалось, что все не так уж и хорошо, но по сравнению с тем, с чего мы начали, мне кажется, исход прекрасный. Вот это у нас рак верхней челюсти, извините, нижней челюсти. Вот вы видите, что мы его также закрывали кожным лоскутом. Это локализация как раз в пазухах, рака в пазухах, опухоли в пазухах носа, синоназальный рак. Вот вы видите, что здесь у нас и верхнее небо было затронуто, и структуры носа, все перегородки. Мы смогли здесь сделать все, что могли, и в результате, вот вы видите, после реконструктивной хирургии, вы видите, что мы смогли восстановить достаточно большую обширную структуру верхнего неба и структуры носа. Вот вы видите, что мы сделали здесь лоскут из щеки, так скажем, тракцию ткани мы использовали. Я знаю, что вы также пользуетесь этой техникой здесь в России. И затем мы взяли лоскут из предплечья. И для восстановления верхнего неба мы использовали мышцу абтуратор. Мы восстановили функцию, по крайней мере, то есть пациент может глотать. И альтернатива здесь, это, скорее всего, работа вот в этой части. Ну, при помощи, наверное, уже костного лоскута. Ну, в общем, с нашей техникой мы справились тоже достаточно хорошо. Вот это локализация опухоли на верхнем небе. Достаточно большая крупная опухоль. И здесь вы видите, также нам пришлось расщепить верхнюю челюсть для того, чтобы добраться до опухоли. Вы видите, мы использовали радиальный лоскут. Вот, посмотрите, как мы его согнули с тем, чтобы мы подняли одну часть кожи для того, чтобы вторую поместить в верхнее небо. Вот это финальный исход. И здесь мы также улучшили значительно функцию глотательную и речевую. Мы по задней стенке закрепили лоскут. И там поместили швы. То есть, фактически, как фаренгиальный лоскут это выглядит. В результате функция была восстановлена значительно. Спасибо. Большое за Ваше внимание. Большое за Ваше внимание. Спасибо. Продолжение следует...